Ты не слишком наблюдатель. Так, сейчас я тебя с ними познакомлю. Это команда Призрака. Хорошие ребята. Это Лесной Воитель, Энергомедведь, Марти Рекс и Небесный Пират. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в Life is Strange 2. Второй эпизод. Я напоминаю, мы остановились на том, что мы с нашим брательником приперлись к бабке с дедом. Они там пошли что-то шептаться друг с другом. Мы можем посмотреть, но по-моему он сейчас скажет нет, да? Твою мать. Может, зря я привел нас сюда. Что-то должно означать. В пляс пустишься сейчас? Нервничает, видать. Нервничает. Ну, еще бы. Итак. Пустите переночевать. Милый, все хорошо? Налить еще чай? Спасибо. Мне хватит. Ну, Шон. Может, расскажешь о... Нам позвонились в полиции пару недель назад. Ваши скали по подозрению в убийстве. Да ясен хрен. Это как бы все в курсе уже. Если хочешь, чтобы мы вам помогли, скажи, это ты ранил того полицейского в Сиэтле? Серьезно? Это полная херня? Что-то мне ни один из ответов не нравится вообще. То есть... Правильный ответ? Нет, это не я. Ну, ээээ... Давайте так. Серьезно? Вы правда думаете, что я убил коп? Ладно, ладно, Шон, не кипятись. Мы просто спросили. Мы ведь знаем только то, что сказали в новостях. Я знаю одно. Он застрелил папу. И его больше нет. О, золотце. Нам очень жаль, что твой папа погиб. Но... Зачем было убегать, если ты не виновен? Добро пожаловать в реальный мир, мадам. Кого волнует, виновен ты или нет? Если есть возможность бежать, лучше, наверное, я думаю, бежать. Кто там будет разбираться? Я испугался, чтобы защитить Даниэля. Выбора не было. Я даже не знаю, что у вас что лучше. Ну, давайте... Так. Все произошло очень быстро. Я увидел копа на земле. И папу. И испугался. Понимаю. Бедняжка. Но от этого тебе и твоему брату стало лишь хуже. Полицейские нас бы обязательно разлучили. Возможно, навсегда. Даниэля отдали бы приемным. Ты не знаешь этого наверняка. А ты что, хочешь проверить, что ли? Ну, вы хотя бы добрались сюда целыми и невредимыми. Мы рады, что вы живы и здоровы. Даже страшно представить, что могло бы с вами случиться. Тебе нужно думать о последствиях, долгосрочной перспективе. Я пытался. Блин, мадам, я подросток, я слов таких вообще, не знаю. Долгосрочная перспектива, что ты мне козыряешь тут интеллектом. Но я не всесилен. Я пытался, думал, но я не всесилен. И? Что ты будешь делать дальше? Мы отправимся в Мексику. В Порто-Лобос. В Порто-Лобос. У папы там весь дом. Шоан! Вы не можете прятаться от правосудия, как беглые преступники. Как ты собираешься заботиться о брате, скрываясь о полиции, а? Вы останетесь жить у нас. О, Стивен. Может, нам стоит... Закрыть рот нам стоит. Когда мама вас бросила, ваш отец запретил нам видеться с вами. Я его не видел. Но вы по-прежнему часть нашей семьи. И мы вам это докажем, хорошо? Серьезно? Это... Это очень здорово, Стивен. Спасибо. Ладно, но в нашем доме нужно соблюдать правила. Тем, кто шумит или мусорит. Но главное правило, не привлекайте внимание. Биверклик городок маленький. Слухи разносятся быстро. Очень быстро. Нам можно остаться? Серьезно? Круто! О, Шон! Прикинь! Там наверху огромная модель железной дороги. Эй! Тебе нужно отдыхать, молодой человек. Да, это верно. Но ему уже явно лучше. В общем, вы с Дэниелом поживете у нас? Я бы пока Дэниел не поправится. А потом решим, что... В какую каналу я вас выброшу, да, мелкие вы ублюдки? Вы, небось, проголодались. Сейчас что-нибудь приготовлю. Ну, зашибись. Пока все хорошо. Не, ну это понятно, до поры до времени. То есть, явно какая-то залупа произойдет, которая заставит нас бежать из этого дома еще активнее, чем мы бежали из того, скорее всего. Все-таки игры на том и строятся. Всегда... Ну, как бы игры, любые сюжеты. Не может все быть просто хорошо. Не бывает таких фильмов, когда все просто хорошо. Главное, это конфликт. Какой-то конфликт назревает. Как ты себя чувствуешь, Супер Волк? Намного лучше. Здесь тепло и уютно. И еда. Класс. Ага. Хорошо, да. Ну как, тебе лучше? Тебе уютно устроился? Да. Кровать просто отличная. Спасибо, бабуль. Вот хорошо. Тебе температура спала. Мне уже гораздо лучше. Но ты все равно отлежись хорошенько. Давай... Давайте вместе прочитаем молитву, воздадим благодарность. Типа сказки на ночь, да? Да, что-то вроде того. Только эта сказка пришла к нам... Сверху. С потолка, что ли? Ну что, помолимся? Просто повторяйте за мной. Пацан, что, никогда про религию не слышал в своем возрасте? Или как тебе удалось? Я обойдусь, прости. Не, ну мы так, наверное, не будем, потому что... Как бы... Все-таки в чужом доме находимся. А чужой дом, это как, знаете, как говорят... Кто хозяин того и правила, поэтому... Конечно. Почему бы и нет? Нам любая помощь пригодится. Попроси его благословить папу. И Шона. И Грибочка. И вас, дедушка. И... Всех остальных. Ой, ты такой милый. Ох, какая молодежь ты хорошая. Пошла, ты молодец, вот так все это молодцы. Благодарю тебя, Господи, что привел Шона и Дэниля в наш дом целыми и невредимыми. Ну, забудьте о душах Эстебана и... Грибочка. Прошу. Дай нам сил, чтобы превозможить было и тягот. И грядущие. Испытания. Вообще, она, наверное, думает, что пацан, поехавший по грибам каким-то, типа, скорбит или типа того. Она думает, может быть, от лихорадки, от заболевания у него там ум помутился. Она про собаку же не должна знать, по идее. Так, пора, байки. Отсыпайтесь. Отдых вам сейчас нужен. Только не бузите тут. Да не волнуйся, мы слишком устали. Спокойной ночи. И... Еще раз спасибо. Спокойной ночи, бабуля. Так. Нифига себе. То есть, вы представляете, как нашим беглецам пока что хорошо. То есть... Да, вот я об этом как раз. В кровати, в тепле. Ну, вообще круто. Блин, и душ есть, это точно. И ты больше не воняешь. Да ну тебя. Ну... Клэр вроде очень заботливая. Добрая. Да и Стивен, кажется, тоже. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Думаю, да. И что гораздо важнее, ты сможешь выздороветь. Шон. Мы сейчас в комнате, где мама жила? Не, она жила в другой комнате. Насколько я помню. Хотя это уже давно было. А давай... Заглянем туда завтра. Может, найдем ее старые вещи? Ммм... А зачем тебе это? Я не совсем ничего не знаю. Дэнни, я понимаю. Но надо сосредоточиться на том, где мы сейчас. И куда мы держим путь. Мама бросила нас. Она сделала свой выбор. Нам тоже нужно сделать свой. И перестать оглядываться назад. Ты понимаешь, о чем я? Да. Наверное. Кстати, чувак. Ты отлично справляешься со своей... Ну... Ты понял. Мне интересно. А, суперспособность! Как у тебя это выходит? Я не знаю. Я собираюсь с мыслями, и все происходит само. Слушай. А это больно? Нет. Ощущение, будто чешется что-то. Я очень устаю. Сочувствую. В общем... Не забывай правила, ладно? Иначе у Клэра или у Стивена возник вопрос. Я понял, я понял. Не показывайся и не болтай. Помни об этом. Все будет хорошо. И все будет отлично. Спи крепко. Волчонок. Волчонок. Тройной силой, понимаете? Им прям, наверное, такой дикий кайф от этого всего. Это же даже представить себе сложное это состояние. Бивер Крик Орегон. Неделю спустя. Так. Медленно-медленно потягиваемся. Мне нравится вот эта медитативность и созерцательность этой игры. Все настолько неторопливо происходит. Иногда мне кажется, что Тарковский снимал эту игру, серьезно. Но это, конечно, невозможно, потому что он давно умер. Ну, как минимум, может, Звягинцева запрягли его наследника по искусству. Я не знаю. Ну, реально. Но это прикольно. Мне это нравится. Я не знаю. Может, кому-то это кажется скучным, но я люблю вот такое. Я бы целый день провалялся в этой кровати. Но я очень хочу есть. Клэр молодец, что откопал для нас эту фотку. Папа так зачетно выглядит. Так. Кейт Элкин. Прирожденные мыши. Книга Стивена. Стивен это этот, дедушка, да, бандана. Блин. Я скучал по этой вечно грязной собаке. Гораздо сильнее, чем ожидал. Клевая штука на память. О нашем секретном доме в лесу. Спасибо, Клэр, но... Эти я никогда не надену. Вот, кубики. Дэннил отрабатывает точность на этих штуках. Просто охеренно. А, то есть он не руками, а суперспособностями вот это все настроил. Просто... Вот это он молодец, если это так, слушайте. Я бы вручную бы без суперспособностей вряд ли. Клэр хотела выкинуть наши вещи, но... Мы убедили ее, что зашить и постирать... Будет вполне достаточно. Ну да, естественно. Будем приличными людьми и не будем светить нашими труселями тут. При бабках и дедах и прочих всех. Шон! Наконец-то! Так, че тут у вас? Шон, ты проснулся? Чуть завтрак не проспал. Спускайся вниз, как будешь готов, хорошо? Хорошо. Так, эм... Охренеть. Я эту штуку разбил лет 10 назад. Даже не верится, что они ее склеили. И оставили. Надеюсь, мне никогда не придется хвататься за поручень, чтобы посрать. Просто обалдеть, какая тут чистота и порядок. Ладно. Сюда лучше не заходить, а то он не разознется. А, это, наверное, это спальня. Что там написано? Бедрума! Я бедрум прочитал. Думаю, еще одна ванная, что ли. Только что вроде были. Этот поезд должен быть в Сиэтле к полудню. Ну давайте, ладно, поговорим. Я рад, что они подружились. Дэниэль идеальный внучок. Ну смотрите, короче, я так понимаю, что у старика вот эта вот страсть, да, железные дороги. И внук разделяет эту страсть, я так понимаю, вместе с ним. Как дела? О, смотрите, кто пришел. Но на экспресс, уходящий в 9.15, ты уже опоздал. Да ничего. Поеду на следующий. Он отправляется после завтрака. Смотри, не опаздывай. Ну ладно, давайте тогда спускаться. Не опоздаю. Будем спускаться, будем жрать. Где тут, где тут жрятва? Жратвы мне, пожалуйста. Здесь мы ничего использовать вроде бы не можем. Надо же. Глядите, кто проснулся. Дэниэль, завтракать. Брат уже здесь. Дедуля показывает мне товарный вагон. Стивен, твоему внуку пора кушать. Товарный вагон может подождать. Я рада, что они так хорошо полагали. Помочь нужно? Чем-нибудь? Да не волнуйся. Я с закрытыми глазами справлюсь. Ну, спасибо, что предложил. Ладно, ладно. Ну что, мальчики, наигрались? Мы везли экспресс-пассажир. Пассажир, шосса, шосса, шосса. У нас локалотив сломался. Нужно отправить его в мастерскую. Хорошо, поездам на кухне не место, помнишь? Так точно, босс, так точно помнишь. Чу-чу! А что у нас будет? Надеюсь, не это, не эти, не равиоли. А то они уже достали. О, милый. Он умеет чинить свои поезда, но не может починить мне кухню. Не, ну как бы ты женщина, ты место ты свое знай кухню и починить. Поезда это святое. Кухню потом. Ну как, вкусно? Очень. Как всегда. Ты лучший повар на свете. Я гляжу, вы привлекаете к новому образу жизни в провинции. Скучаю по Сиэтлу, тут хорошо. Да. Приятно быть вдали от всего. Кажется, будто здесь никого кроме нас. Именно поэтому нам тут и нравится. Здесь спокойно, не то что. В большом городе. Понимаю. Мне здесь нравится, здесь прикольно. Спасибо на добром слове. Вы с нашими соседями бы подружились. Стараемся им помогать, но... Например, Чарльзу из соседнего дома. Его жена погибла и... Сынам приходится очень туго. Если бы он совсем пропал. Но здесь мы ему помогаем. Сколько лет его сын? Я думаю, вы с ним одногодки. Класс. Чё тебе класс? Вам вообще желательно из дома не выходить, чтобы вас не видели. Потому что за вами вообще находится полиция, между прочим. Класс. Ты объясни малому, что надо по стелсу жить вам. По стелсу. Как вы представьте себе, что вы Сэм Фишер 24 часа в сутки. Понимаете? Или не понимаете? Хитман. Агент 47. Может так понятнее? Вас не должны видеть. Что творишь? Стань, ты чокнулся. Эй, что там у вас такое? Да ничего. Пацан у нас. Крышу поехал. А я-то думала, что Стивен у нас быстро еду. Бабуль. Я хотел кое-что спросить. Про закрытую комнату наверху. Дэниэль, я же сказала, там нет ничего интересного. Ну зачем ты туда утром ходил? Там куча всякого старого хлама. И вообще тебе туда опасно заходить, ясно? Херня это все. Дэниэль, не ругайся. Почему к вам не сходить погулять? Ты уже почти поправился. Можно и воздухом подышать. Я подожду, шон, и мы сходим. Мы не будем шуметь. Обещаю. Только осторожно, чтобы никто вас не увидел. Гуляйте на заднем дворе, ладно? Ну, в общем, я уже могу примерно предугадать. Он взломает с помощью суперспособности дверь. Может, тебе стоило сказать ему, что это была комната Кэррр? А может, тебе стоило следить его за языком научить, а? Шон, это просто комната сейчас. Там ничего нет. Но мы реально будем качать права, да? То есть у меня другого выбора нет Это нужно Дэниелю Он о ней вообще ничего не знает Знаю, бедный мальчик Но его мама уже давно здесь не живет Так что в комнату не ходите, ладно? Я серьезно А мама когда-нибудь с вами общалась? Где она вообще? С папой она всего пару раз говорила Потом пропала Да, общалась Слушай, Шон Я не очень хочу об этом говорить Это прошлое В общем Пока вы в моем доме Соблюдайте мои правила, ладно? Конечно Обязательно Радо, это слышит, Шон Впереди найди своего брата Он уже, наверное, там дверь взламывает Сарай на заднем дворе, старые игрушки Думаю, откроющу Стивена Дэниель будет в восторге Спасибо Ой, господи Вот набедокурит Пацан-то Пацан-то набедокурит Я чувствую Мы из-за него попадем Выгонят нас Нас выгонят С саными тряпками Вот этим вот совком По хлебалу Просто одному и второму Надают Вот я более чем уверен Клэр Что хотел узнать, Шон? О, ни хрена себе Папины похороны Вы давно в браке Насчет соседей По порядку Как ты относилась к папе? Можешь честно сказать Я не обижусь Ну, ваш отец был Себе на уме И все? Ну, в смысле Я знаю, вы с ним не очень ладили Просто Стабан был совсем не таким, как мы И не пытался наладить контакт Да, это в папином духе Он не любил сглаживать углы Поверь Я повидал о таких людей Но он вырастил вас в одиночку Только его упрекнуть не в чем Да Так, вкалывал ради нас Жаль, я раньше этого не осознавал Не переживай, Шон А ты знаешь что-нибудь Про его похороны? Была прощальная служба Мы не успели приехать Но отправили цветы Прости, Шон Да ничего Просто я хотел убедиться, что о нем позаботились Надеюсь, вы когда-нибудь его навестите Когда-нибудь Я даже думаю, что возможно на его могиле будет конец игры вообще То есть, знаете, и титры пойду Было бы красиво Вы со Стивеном уже давно вместе? Ой, божечки, божечки Целую вечность Но чудесную вечность Почти 40 лет Обалдеть Это же вдвое больше моего возраста Вы в прошлом веке свадьбу сыграли? Спасибо, теперь я чувствую себя совсем старухой Я так понимаю, у тебя есть подружка или... Ну, я чуть было не начал встречаться С одной девушкой Но, пожалуй, теперь Это уже не важно Я понимаю Не жаль, милый Справедливо, что все это на тебя свалилось Но это не навсегда Надеюсь Что за история с вашим соседом? Чарльз? Пятняк был тренером по баскетболу Но ему пришлось переехать сюда после смерти жены Теперь он работает на грузовой станции В общем, никак не придет в себя Ого В смысле... Это печально Мы стараемся ему помогать Следим, чтобы он не спился Сон его, Крис, настоящий ангелочек Я думаю, Дэниль хорошо на него повлияет У него отличный пример для подражания Спасибо Стараюсь как могу Я думаю, что он ему покажет свои суперспособности Этот мелкий всем растрендит И потом за нами будет бегать Что ж, спасибо, Клэр На здоровье Прибраться Так, это, наверное, надо делать Потому что нас не погладят по голове Знаете, за такое поведение Так, если мы тут будем мусорить Куда бы сходить? Давайте Что это такое? Интересно Тут что-то будет, нет? По-видимому, нет Здесь ничего увлекательного Настольная игра Учебник Даже не знаю, когда Дэниль снова сможет пойти в школу Прибраться Да, надо везде прибираться Потому что я чувствую, что реально шваброй по яйцам получится Вечером увидимся, дружище Шон и Дэниэль Прибраться в комнате Сложить белье в стиральную машину Обнять бабушку и дедушку Обнять бабушку и дедушку Понятненько Так, ну окей Хорошо Прибраться я уже прибрался? Или еще прибраться? Я не знаю Просто что еще можно тут прибрать? Любовные романы Чувство любви Страстная принцесса Побег Удовольствие Блин Да, Леклэр считает Еще бабка на старости лет Совсем из ума выжила Такое говно считать Где, блин, я не знаю Какой-нибудь там Бунин, Куприн Ну что, что-нибудь В конце концов Да, Брэдбери на худой конец Ну это что такое вообще? Так, ладно Окно Даже не знаю, как выглядит Бивер Крик Нам не разрешают выходить И правильно делают, кстати говоря Ну тут, смотрите А что? А как убрать-то вещи В стиралку, я не понимаю Смотрите-ка Так странно, что я снова здесь Облокотился на перила просто И аж катсцена запустилась Охренеть От перил Клэр и Стивен иногда Ведут себя странно Но они переживают за нас И я рад, что они балуют Дэниеля Жаль, я так не могу Ну вырастешь, может, сможешь Заработаешь Но папа с ними по жизни Не ладил Я их почти не знаю Мы одна семья, верно? Мы в безопасности И это самое главное А что вам делать-то? Так, задание же можно Попросить А, попросить у Стивена ключ от сарая Вот задание-то Оно уже как бы описано, оказывается О, вот он Слышишь? Мне как раз нужен помощник Будь добр, передай клей Он в шкафу, который за мной Конечно Эй, эй, эй Осторожней Прости, я забыл предупредить Он шатается Дай-ка я сейчас Ага Извини Сам виноват Твоя бабушка постоянно мне твердит, но... Я ленивый старикан Слышь Можешь дверь прикрыть? Хочу кое-что спросить у тебя Эм... Да, без проблем Давай Дело было в проводке Всегда из-за неё Эм... Так чё, Элф, эксперт в проводке? Ну, ща проверим Слушай Слушай, я тут кое-что заметил А, не про проводку Да, в Дэнни Ты понимаешь ведь о чём я, да? Эм... Ну, я думаю, ему можно доверять Да Понимаю Но... Как такое вообще возможно? То есть, как он... Ну, наверное Ты, наверное, об этом больше знаешь Не то чтобы Это началось в Сиэтле После... Всего, что случилось Я бы объяснил, если бы мог, но... Такой вот расклад И нам приходится с этим жить Ну, положим, от этого вы не сильно страдаете А вот от того, что отца у вас нет Я даже не знаю, что и сказать Ему нужно к врачу Или... Ещё к кому К кому, блин? Тогда я вряд ли его снова увижу Да Я понимаю Чувак, врачи, когда клятву Гиппократа дают Они на такое не подписываются Ты ему нужен больше, чем всё остальное на свете Кстати, давай сохраним это в тайне Клэр очень верующий человек Ей не понять Блин, точно, она выгонит, скажет Сатана вселился, да? Она обожает Дэниэль И хочет, чтобы у вас двоих Всё было хорошо Скажет, ацки маленький сатана Дэниэль Да, вы изыди Изыди, падла Распять им по башке В общем, я хочу сказать, что Возможно, вам Лучше остаться жить у нас Я знаю, вы хотите добраться до Мексики, но Спасибо Может и стоит, хотя Почему бы и нет? Да, жить лучше с старпёрами вроде нас Ну, не так уж это и весело, да Да, но Теперь это и ваш дом Это круто Мысль неплохая Но Я не хочу, чтобы вы из-за нас в неприятности вряпались Путешествовать нынче опасно Думаешь, ваш отец желал бы такой участи своим сыновьям? Да нет, конечно Но теперь всё по-другому Знаю Знаю Ну Ты всё равно подумай Только Не изводи себя Хорошо Кстати Клэр сказала, у тебя ключи от сарая с инструментами? Да, конечно Да О Наслаждайтесь солнышком, ребят Фик Игрушеньки Игрушечки Игрулечки Только осторожнее в сарае Там наверняка бардак Спасибо Зачем тебе диско-шар? Любите вечеринки закатывать? Нет Это сувенир на память Можешь не верить, но мы с твоей бабулькой познакомились на дискотеке Клэр Сказала, вы вместе уже лет сорок или типа того Так что да, это похоже на правду Давно это было Мы прошли с ней вместе и огонь, и воду Это круто Считай меня старомодным, но По-моему, таким и должен быть Брачный союз Так Че у нас тут? А, это мамочка, да? О Что ты нашел? Я Саша всем забыл Да ничего Давно я уже Ее лица не видел Да Мне нравится иногда смотреть на нее Время-то Это больно, наверное Больно, но Она же все-таки моя дочка Я не одобряю ее поступка, но понимаю Почему она это сделала Хорошо А я нет Прости, Шоу Пожалуйста Не рассказывай об этом, Клэр Хорошо? Да не волнуйся Не скажу Каталог поездов Стивен явно обожает свое увлечение Че бы и нет Прикольное увлечение, я считаю Ноутбук? Прости, Шоу Я знаю, вы соскучились по вашим играм и интернету Но, поверим Перерыв пойдет вам Только на пользу Тем более, так Безопаснее Ну да, ну да Ну смотри, они все предусмотрели Даже интернет обрубили Правильно сделали Потому что малой выйдет там В какой-нибудь фейсбук Как всем напишет А, привет, привет А я тут В этом городе С бабушкой, с дедушкой И все, привет, полиция, да? Ого Кто это нарисовал? О, это Крис Соседний парнишка Я помог ему, его папе Построить домик на деле Почему ты держишь огненный меч? Ума не приложу Этому малому фантазией не занимать Он там А, это он держит огненный меч? Понятненько Так, ладно Ладно, давайте-ка Блин, ну и древность Ну ты хоть это вслух не говори Хотя бы мне сейчас и такой пригодился Я думал в окно посмотреть Не то, да? Вау Это ты? Да, это фото сделали Когда я вышел на пенсию Меня пришел поздравить сам мэр Вот это супер Да, отличный был день Жаль, тебя здесь не было Чувак, да мне вообще Как бы похрену на это Абсолютно, если честно Меня другие сейчас вещи волнуют Э, Шон, вот ты где Нашел ключ? Слушай Мне нужно ненадолго по делам сгонять Сможешь важную просьбу Умеешь пользоваться стиралкой? Вслед с восьми Разумеется Положишь стирку вашей с братом в вещи? Они лежат в корзине в ванной? Конечно Не вопрос Огромное тебе спасибо Заодно можешь прибрать остальные свои вещи Чистота в доме, залог здоровья Обязательно Дэнил поможет Да, и помни Никакого телефона и интернета Для вашей же безопасности Я знаю, знаю, скучные правила, да Клэр, не волнуйся Эй, Дэнил Дэниэль Для тебя работа есть Не Я занят Да хрена с два ты занят Иди сюда А ты сначала А, мы его А ты сначала найди меня, он, наверное, сказал Да, я не успел дочитать Но по-любому он где-то заныкался Маленький говнюк, а Ты посмотри Так, ну хорошо, сейчас найдем Сейчас, ты хочешь поиграть со мной? Хочешь со мной поиграть, маленький сучонок? Ну давай поиграем Ну давай поиграем Ёкар Да, сейчас я тебя найду Только так вообще А я дверь могу открыть? Посмотреть Сначала надо заняться стиркой Так, подождите Я сначала должен его найти А потом заняться стиркой Он, наверное, в каком-то из шкафов, да? Список заданий Так Ну, список заданий мне уже, в принципе, огласили Уже все понятно Тема, его нету Опа А здесь что такое? Выключать Вау По-любому здесь, нет? Да, нет, вы знаете Стиралка, она, значит, туда Записка Не могу сказать, то ли это забавно То ли Клэр слишком властная Дорогой муж Если ты еще заняться стиркой Следуй этим простым правилам Не смешивай белое и цветное белье никогда Добавляй по одной чашке стирального порошка Красная коробка на каждую партию Стирая мое белье Включай режим Бережной стирки Чтобы не испортить его опять С любовью твоя жена А ты чем занимаешься по дому, мадам? Если ты даже вещи не стираешь Ты что, охерела, что ли? Ты поездом по зубам не думал врезать? Муж Я понимаю, что они так любят свой город Где, где он? Штора Смотрите Я знаю, что ты здесь Какой? Сзади! Да Очень смешно Хорош спрятаться Серьезно, я не шучу Ладно, ладно А что я должен делать? Приберись в нашей комнате А я займусь стиркой Лады? Да, конечно Мне это бесит Знаю Спасибо Так Ну он все делает сам Мне ничего делать не надо Или все-таки надо Или все-таки надо Нет, все-таки надо Я должен потащить Все вот это вот барахло вниз Ладно, хорошо Я так и поступлю Горшок может еще раз Разбить для прикола Легкотня Я перепроверю Какая у тебя там легкотня А? Ты смотри мне Ты уберись мне тщательно А не то Я вообще не знаю Мы с тобой сделаем так Вот сюда Да, в стиральную машину Постирать Давай Сколько программ у этой машинки? Ну ладно И так сойдет Ну записку мы уже смотрели Правильно Давай, наверное, свет за собой будем выключать А то вам скажут, что мы электричество не экономим еще Пора прогуляться Что скажешь? Да Он согласен Я рад, что ты согласен, чувак Но Есть одно но Нам нужно прогуляться незаметно Понимаешь? Желательно, я бы накинул бы капюшоны на голову Чтобы вас не узнали Пацаны Ну вам похеру, да, абсолютно Вы еще Вау Наконец-то Как здорово выйти на улицу Мы будто снова в домике в лесу Ау 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 Шшш Да Ты помнишь, что Клэр сказала? Ой, ты прав Прости Вот сюда вот, в сарай, да? Давайте пройдем в сарай Окей Открыть Сейчас начнется, хватай, не глядя Что такое? Замок замерз Ну конечно Кто бы сомневался Шон Шон Смотри А, это капитан Спирит, да? Я знаю Это капитан Спирит Ага Охренеть Это Я готов поспорить, что Вот этот момент был в игре Приключение капитана Спирита, наверное В этом и есть пересечение сюжета, да? Интересно, если так Потому что я точно знаю, что Они там встречаются Вот эти два героя Привет Хоть я не играл в капитана Спирита, но я это знаю Вы это видели? Что видели? Мы только что подошли. Ты как, в порядке? Да! Я тоже ничего не видел. Просто упал, да? Лицом в снег. Папа говорит, что я немного неуклюжий. Обалденная футболка! Кто твой любимый супергерой? Мне нравится! Энергомедведь! О, чувак! А у меня есть мега-энергомедведь! Могу показать! Круто! А у кого есть гига-энергомедведь, ребята? Без него отждень не задастся вообще. Мне ужасно жаль. Ты как, в порядке? Пап, все хорошо. Правда. Ты уверен? Слушай, мне... Мне не стоило. Ты их знаешь? Все хорошо, пап. Они клевые. Он обожает супергероев. И даже энергомедведя. Ну все, давайте просто в десна долбиться теперь. Энергомедведя он обожает. Да, я... Привет. Вы живете у Рейнлильсов? Вот, блин, а? Вот, пандос, понимаете? Мы попали. Вот что теперь отвечать? Наши бабушка и дедушка, мы тут проездом... Давайте так. А, да. Но мы ненадолго. Проездом. Ясно. Хрис, ё-моё. Ты же выскочил без ботинок. Прости, дружище. Ну, тебе пора, Дон. Я... Я... Ладно, пап. Спасибо, ребята. Кстати, если Клэр спросит... Скажите ей, что все в порядке. Конечно же. Без проблем. Отлично. Ну, до скорого. Это, ну, тот самый человек, который... У которого умерла жена, и он растит ребенка в одиноче. До скорого. Да, обязательно. Дэнил. Ты что, уже совсем забыл правила? Прости, Шон. Ну, по-твоему, надо было дать ему упасть? Серьезно? Ну... На самом деле, на месте Шона я бы сейчас даже об этих правилах не заикался. Потому что пацан все сделал... Пацан все сделал верно, я считаю. Как бы, ну, нельзя, ну, нельзя было стоять в стороне, когда ты можешь просто... Надо было... Но тут надо уступить определенно. Нет, ты... Ты поступил правильно. Но послушай. Нельзя, чтобы кто-то узнал. Нам нельзя здесь светиться. Мы... Мы с ним одного возраста. Готов поспорить, ты бы поступил точно так же. Не злись. Чувак, я не злюсь. Ладно? Я не злюсь, но я боюсь. Я сейчас, блин, обоснусь. Проехали, Дэнил. Помни, мы здесь прячемся. Не тренируй. И не хвали свою суперсилу. Не хвались ей перед другими. Начиная с этого момента, не отходи от меня ни на шаг. Окей? Так. Вот они, в общем-то, помирились. Познакомились мы с Капитаном Спиритом, да? Я так понимаю, что... Ну да, наверное, я так понимаю, что именно вот в этот вот момент... Вот этот вот момент, собственно, обыгрывался, наверное, и тогда. Потому что я точно знаю, я когда-то давно просто открывал для прикола чей-то летсплей по Капитану Спириту. И я точно помню, что там вот я так промотал чуть-чуть, и там проскочили вот лица главных героев. Вот он машет им, они машут ему. Вот это я точно помню. Но я не помню, правда, вот падал он там, не падал он там с будочки и с этой... на дереве. Я у соседей. Твою мать, блин, вечно он меня не слушает. Это плохо. Это плохо, что он у соседей, если честно. Это очень печально, на самом деле. Так, посмотреть. Окей. Так, пора сходить к Эриксонам за Дэни. Ну, раз по-разному, сейчас ходим. Рюкзак Даниэля. Смотреть. Ну, наверное, надо логично предположить, что надо одеться, да? Одежда. Одеться, давай. Это первонапер... Что ты делаешь, нахрен? Одеться, говорю. Во, вот так. Давай, натягивай штанишки и вперед. И погнали. Курточки, все на свете. Сейчас мы постепенно выйдем из дома. Слушайте, а я же белье тогда из машинки так и не вытащил. Я надеюсь, что он это сделал. Вот, без меня. А то ругать будут. Определенно. Клэр? Клэр? Мы вчера отлично провели вечер, наряжая елку. На, точно. Воскресное утро. Клэр и Стивен наверняка в церкви. Подождите, а мне еще не отсюда выходить? Не, не отсюда выходить, правильно? Мне выходить через переднюю дверь, потому что я же к соседям хочу попасть, правильно? Значит, вот так. Записка. Что ж. Думаю, вернутся они не раньше, чем через пару часов. Доброе утро, Сони. Мы ушли в церковь, решили вас не будить. Вернемся на обед к полудню. До скорой встречи. Целуем бабушка и дедушка. По скрипту. Новогодняя елка. Просто шик. Молодцы, ребятки. Пост по скрипту. Надеюсь, прибрались хоть немного. Извини, мне сейчас вообще не до этого, да? Не до прибирая. Я сто лет не читал, что в мире происходит. Может, посидеть за его ноутбук? Ну, давай посидим. Раз есть такое предложение. Так. Хренаси. Стивен дохрена нарыл про нас в интернете. Вот это да. Так, ну давайте почитаем, да? Взрыв и перестрелка в Сиэтле. Нераскрытая тайна. Офицер Танако выступает на пресс-конференции после инцидента в Сиэтле. Полиция прорабатывает все варианты, в том числе теракт и конфликт преступных группировок. Друзья и соседи скорбят по автомеханику, чью жизнь унесла трагедия в Сиэтле. Породившая больше вопросов, чем ответов. Дальше. Где же сейчас братья Диаса? Я был в отключке за ее главный свидетель взрыва в Сиэтле после выписки из больницы. Протесты в Сиэтле. Полиция проведет семинары о расовых предрассудках. Пора вернуть этого хулигана домой. У меня один вопрос. Что мы сейчас говорить-то будем? Нам же что-то говорить надо. Блин, слушайте, какие охеренные снежные классные локации в этой игре. Это просто обалдеть. Прям смотришь, вот глаз радуется. Вот реально, посмотрите. И при этом, ну, в игре нет революционной графики, но все равно так это красиво. Почему Дэниэль не слушается? Может, я с ним слишком мягок или что-то? Отец-одиночка. Слишком знакомая картина. Да я вот тоже подумал, что эта игра, это просто, знаете, такой сбор отцов-одиночек прям. Уже сколько было? Уже два. Еще впереди три главы. Еще хрен знает, сколько будет. Дэниэль! Что тут происходит? Шон! Погоди! Не психуй! Я объясню. Дай ему расскажу. Шон, я знаю, это прозвучит дико, но у меня есть суперсила. Вы меня вчера видели. Я знаю, что видели. Я летал. Я могу двигать вещи. Предметы. Силой мысли. Ого! У тебя суперсила. Правда? Да. Я понял, я понял, в чем прикол. Он внушил его, что именно он, Шон, двигает глазами вот эти вот предметы. Интересно, интересно. Ну, а в принципе, да. Родители-то ему все равно никогда не поверят, потому что вот батя придет такой, скажет, а ну-ка, у тебя суперсила, Шон, а ну-ка покажи. А в это время Дэниэл ничего делать не будет, и сынок такой, ой, наверное, я волнуюсь, папа, мне зрители мешают. Ну, Шон же видел, ты же видел, Шон, ты же видел Дэниэль, да, или кто там. Подождите, кого как зовут? Я уже забыл. Неважно. Короче, прикольно. Что ж. Это очень круто, Крис. То есть, ты типа супергерой? Я капитан-призрак. Я способен менять реальность. Но это мой секрет, так что никому не говори. Да, я умею хранить секрет. Капитан-призрак. Теперь ты официально зачислен в отряд призрака. Если ты нас придашь, я тебя распылю. Не, шучу, шучу. О, да, мы... Нам нужны... Позывные! Точно, я буду супер-волк! О, господи, а я буду циничный... Циничный хрен, который не понимает, что вообще делать. Какое у тебя еврейское имя? Профессор Диас. Может, я буду, типа, ваш наставник? Профессор Ди. Или... Что-нибудь в этом роде. Ну... Ладно, мы придумаем тебе какой-нибудь прикольный... Так, ребята, мы готовы отправиться в путь. Пардон? А ты кто? Я Шон. О, дружище, прости, ты же с Дэниэль. Давай познакомимся официально. Чарльз Эриксон. Рад знакомству. Надеюсь, ты знаешь, что Дэниэль и Крис вдвоем очень опасны. За ними нужен глаз до глаз, а то захватят весь мир. Да. У них много общего. Два сапога пара. Можно мы сейчас поедем за ёлкой? Мы готовы к полёту. Да, да, да. Команда уже заждалась, да. Поехали с нами. Тут всё равно ничего интересного. Да! Посмотрим на всякие украшения. И Шон. Мы могли бы купить там подарки на Рождество для бабули с дедули. Ну, ладно, хорошо. Я тогда с вами. Правда, ура! Круто. Что-то Крис и Дэниэль не особо рады. Так, ребята. Дайте мне пару минут, расчищу задние сиденья. По сигналю, как будет готово. О, а мы расскажем в туалет. Конечно. Заодно мои комиксы почитаешь. Я рад, что ты тоже едешь с нами. Хочешь покажу свои игрушки? Воу. Круто. Новый хот-дог-мен. Раз ты ноньки в нашей команде, ты должен с ними познакомиться. Это друзья капитана призрака. И его враги. Чувак. Это круто. Можешь догадаться, кто хороший, а кто плохой? Ну, посмотрим. Так, ну вот, давайте так. Медведь, медведь-герой. Злодей. Ну, пират, наверное, злодей. Что такое? Что тебе там не нравится? Это, ну, наверное, это тоже злодей. Выглядит злобно. Пират. Не знаю. Ты не слишком наблюдатель. Так, сейчас я тебя с ними познакомлю. Это команда призрака. Хорошие ребята. Это лесной воитель. Энергомедведь. Мартирекс. И небесный пират. А злодей кто? Да, Тариус и Акула Шип. А еще с ними Снегомант, но он стоит снаружи в саду, и все они работают на Монтроида, который есть настоящий суперзлодей. А Дио спрятался на своей злой планете и поджидает меня. Но Капитан Призрак и Супер Волк не дадут ему никого обидеть. Да, чем нас больше, тем лучше. Думаю, Монтроиду не сдобровать. Нет, и он еще не видел, что теперь умеет Капитан Призрак. Да. Тут такое дело. Ты не боишься? Может, не стоит вот так всем свою суперсилу показывать? Это злодей Монтроид. Он наверняка следит за тобой. Даже лучше. Пусть знает, что от нас лучше держаться подальше. В общем, лучше никому про это не говори. Даже своему отцу. Ну, отцу я точно не скажу, Дэн. Не хочу я его пугать. У него и так полно забот. Крис? Это, конечно, не мое дело, но... У вас с папой все хорошо? Ты о чем? Ну, не знаю. Я к тому, что... Клэр насчет вас волнуется. Она всегда волнуется. У нас все нормально. Правда. Ему просто... Ему тяжело жить одному. Только и все. Крис. Я знаю, жизнь порой бывает тяжелой. Поверь. Но... У тебя все наладится. Ты крутой пацан. Спасибо, Шон. Но я больше ничего не боюсь. Теперь у меня есть суперсила. И Даниэль. Ой, холодно. Прости, водожор до сих пор сломан. А вот и сигнал. Идем, Даниэль. Эй! Совет. Туда лучше не ходить. Ну что, отряд. Вперед. Так. Ну что, наш супергерой суперпосрал, по-видимому. И туда лучше не ходить. Оу. Нехило так ФПС-ка просел. Тебе дать мою куртку. Я не хочу, чтобы ты снова простыл. Не, обойдусь. Спасибо. Только не размахивайся там руками, пока мы едем. Да. Даниэль, запомни. Никаких фокусов. Ладно. Блин. И вот реально, да? Вот серьезно. Вот серьезно. И поедем. И возьмем и поедем, да? Охренеть. Нам надо прятаться, а мы поедем. И вроде как, избежать этого выбора было не особо-то можно, поэтому. Поэтому поедем. Поэтому поедем. А что делать? А что, ребята, делать? Что остается? Так. И сейчас, вот уже, наверное, я так понимаю, игра должна близиться к завершению, по идее. Скорее всего, приедем вот куда-то. Здесь, наверное, нас спалят. И на этом будет конец, по идее. По идее, нас спалят, мне кажется. То есть, по идее, скорее всего, кто-то нас узнает в городе, кто-то сейчас позовет в полицию или просто крикнет «А, это они! Это эти два маленьких негодяя!» или что-нибудь в этом роде. Сто процентов. Ну, давайте не будем торопить события. Посмотрим, посмотрим, к чему все придет. Угу. Так, рождественские деревья. То есть, мы как бы прибыли... Ну, дружище, ты готов? Да. Эй! Вы идите, а мы скоро догоним, ладно? Братское совещание. Конечно, но не теряйтесь. Чувак, ты что за херню устроил? Это просто невероятно. Вот сколько еще раз нам с тобой правила повторять, а? Скрывай свою способность. Я помню. Но Крис думает, будто и он так круто умеет. Вот бы он и правда мог. Он похож на Ноэ. Мне грустно без друзей, Шон. Ааа, блин. Прекрати обманывать Криса. Да как уже прекратить обманывать Криса? Уже правду надо говорить. Правду говорить нельзя. Поэтому... Слушай, я тебя понимаю. Нам надо вести себя осторожно. Нельзя, чтобы тебя увидели люди. Вспомни правила. Да помню я правила. Я осторожен. Я использую силу только когда мы с ним одни. Нас никто не видел. Да, кроме меня. А если бы это был его папа? Или бабушка? Или коп? Или... Ладно, ладно. Я понял. Но я и правда осторожен. Этого мало. Надо быть очень-очень осторожен. Слушай, брательник, ну раз надо быть осторожным, может ты замаскируешься? Он-то замаскирован. Ты стоишь и свечишь хлебалом своим. Я надеюсь на тебя, братец. А можно мне теперь пойти к Крису? Да, пойдем. Только не забывай то, что я сказал. Так. Вау. Как много елок. Шон, ты идешь? Не боись. Я буду рядом. Узрите. Гигантская машинка по производству. По производству. По какому-то производству. Не знаю. Так. Нам надо выбрать самую классную елку. Похоже, кое-кто тут любит орешки. Продавец. Здравствуй, продавец. Взять. Так. Что? Сколько у меня денег? 4 доллара, да? Охренеть тут все дорогое. Вы что, блин? Воните. А что здесь такое дорогое? Слышь, мужик. Алло. Продавец. Ты что, охренел, что ли? Говорит. Эээ. Здрасте. Доброе утро, молодой человек. Приятно видеть наше новое лицо в нашем старом городке. Спасибо. У вас тут очень крутая ярмарка. В маленьких городках лучше всего отмечать. У кого живешь? Так. Фиг знает. Давай на триндзи. Да, мы здесь просто проездом. Живем. В мотеле. Ну, я видел, что ты говорил с Чарльзом и решил, что... А, мы не родственники, нет. Мой брат Дэнниль дружит с Крисом. Ясно. У него хороший сын. Славный малой. Несмотря на судья. В общем, добро пожаловать в Бивер Крик. Обращайся, если что. Так, ну... Ну, если что, я, конечно, рад обратиться. Мы продаем только местные товары ручной работы. Приходите, смотрите. Пикеньки. Странно видеть это изобилие после месяца сплошных равиоли. Равиоли. Да. Это точно, блин. Ты, наверное, сейчас офигеваешь. Так, подождите. Извините, я застрял в вашей женщине, сэр. Отойдите, пожалуйста. Так, посмотреть... Что, как выбрать-то? Как выбрать подарок? Раджевская открытка, что ли? Что, мне открытку реально купить? Веники, 10 баксов. Все дорогое, капец какое-то. Йо-йо, украсть? Серьезно, украсть? Я, правда, должен это сделать? Да, это плохо, но... Но я мудак, мне можно. Дэниэль тоже заслужил подарок. Верно. Так, ну... Ну, замечательно. Ну что, нашел, что искал? Городской? Эээ, ну... Кое-что для младшего брата. Ты купил брату подарок здесь? Блин. Бедный пацан. Да уж. Прости, я... Просто старая ворчунья. Мы с друзьями тут зависаем. Уже неделю. Всем на нас вообще пофиг. Я гляжу, ты не местный. Скорее наоборот. Теперь. Как-то... Сложно. Развучало. Личная драма? Ну да. Дофига. Да, понимаю. Да, слишком хорошо. А у вас с друзьями как занесло сюда? Путешествуйте? Не, не, не совсем. Мы типа качуем с места на место и ищем... ...всякую подработку. Долгие, наверное, поездки. Да нормально. Мы ездим на товарниках. Успеваем как раз отдохнуть. Ух ты. Прикольно. Ты даже не представляешь. Бесплатно и охренительно клево. Главное, не попадаться. И не падать, но... Нам пока везет. Это супер. Никто нас не учит, как жить. Никаких корпораций нам не ухват. И вы катаетесь по всяким прикольным местам. Именно. Следующая обстановка. Округ Гумбольд, Калифорния. Покурить, да? Как бы не так. Мы там будем реально работать. Шон, ты чем занят? Мы с Крисом выбрали елку. Она вся кривая, как старая ведьма. О, привет. А ты кто? У тебя такие клевые волосы. Это парик? Ну... А ты сам как думаешь? Я не знаю. Но они очень клевые. Я Дэниль. Как тебя зовут? Привет, Дэниль. Я Кэссиди. Зачетную тебя костюм. Мы с другом выполняем секретное задание. Оно очень опасное. Сразу видно. Надеюсь, вы успешно выполните ваше задание. А тебя как звать? О, Шон. Я... Я вроде уже говорил. Теперь да. Прости, мы слегка залепли. Сколько ты заработала? Готово идти? Иди, я готова, я тебя спрашиваю. Здорово, салаги. О, это ваш пёсик? Такой классный. Да, его жизнь потрепала. А сейчас он потреплет нас, по-моему, да? Как и многих из нас. Теперь он с нами. А ещё он воняет. Да, ты воняешь, тебе это нравится, да? Не только он. Ты на волосы свои посмотри, а? По-моему, у тебя там что-то шевелится уже. Чувак, ты к ней лучше не подходи, а? Она выглядит очень круто, по-моему. Видал? Он знает, что я чистая. Это ты у нас грязнули. Ну да, вечно ты западаешь на провинциальных мальчиках. Шутишь? Может, обсудим твои похождения, а чемпион? Эй, не парься. Так, пора валить. Приятно было познакомиться, Шон и Тенниль. Берегите себя, ребятки. Надеюсь, когда-нибудь встретимся на железке. Да. Бывайте. У них такая милая собачка, скучая по грибочке. Да, я тоже. Извините-ка, молодые люди, собак тут на поводке надо держать. Слишком много бродячих. Прости, чувак. Мы поводки не любим. Ну, а город любит. За собаку без поводка штраф, так что... Ты оштрафуешь нашу милую псин? Ой, как некрасиво. Бродяжничество, кстати, тоже нелегально. Вы ведь не местные, да? Я прав? Ой, милый, дружочек. Ну, нам что, на рождецкую ярмарку нельзя зайти, а? Наш пёсик тебя не съест. Ты вызвали на него. Слышь, за словами следи, а? От вас бомжи одни проблемы. Нам тут они не нужны. У нас милый городок, понятно? Ё-моё, у кого-то недо трах. У него колёса закончатся. Так, ну всё, я вызываю копов. О, боже, Финн. Он сейчас копов на нас натравит. Да, остынь, парень. Мы всё равно свалим из-за дыры. Ё-моё, у вас даже Санта нет. Господи Иисусе. Счастливого Рождества. Хлебаный паразит. А чё они поругались? Не понимаю, чё он так разорался. Чё, давай ему наваляй. Ты дурак, что ли? Он всё правильно сказал. Я тоже не люблю, когда всякие мудаки ходят с огромными псами без поводков, без намордников, типа. А что если я у меня боязнь, да? Если я вдруг боюсь просто эту собаку. Мне насрать, насколько она у вас там мирная. Она никого никогда не укусит. Соси писос, одень на неё намордник. Ничего не хочу знать. Ничего не делать, естественно. Так. К нему лучше не лезть. Уж больно злобный мужик. Ты прав. Так, ну чё, погнали тогда отсюда, раз он злобный. Какие красивые. Так, нам надо сваливать обратно, типа, или чё? Найди Чарльза и покинуть ярмарку. А где Чарльз? Так, слушайте, ну я тут, походу, со всеми переобщаюсь, пока его найду, наверное. Чарльз, это ты? Да, это Чарльз. Всё, нормально. Эй, ребят, вы готовы ехать? Готово. Залезайте. Тык. Я гляжу, вы там вовсю веселитесь, а? Ага. Так, я и подумал. Всё. Поехали отсюда. Поехали, ребята. Отсюда. Так. Ну что ж. Вроде бы не спалились, да? Или... Ну хотя вот мы с продавцом пообщались, конечно, да? Вот это плохо. С другой стороны, я мог украсть её, не общавшись с ним, наверное. То есть, наверное... Наверное, это был нежизненно важный выбор, да? Пойти с ним поговорить или нет, я так думаю. Ну хрен его знает. Мы сейчас посмотрим. Мы сейчас разберёмся, посмотрим. Сейчас мы ещё приедем, нам ещё с бабушкой поговорить. Бабушка ещё нас наорёт, наверное, как следует. Что, мы упёрлись куда-то? Без спроса, без ведома, да? Сейчас поглядим. Похоже, у Дэниеля теперь новый брат. Да вообще, кинул меня словно муч. Я рад, что вы сюда приехали. Что вы сюда приехали, и здорово, что Крис завёл нового друга. Да и ты, я гляжу, тоже. Как её звать? А-а-а. А-а-а. Кассиди. Хороший имя. Понравилось? Да, она прикольная. Ты слишком быстрый. А-а-а! Попал! Я рад, что выбрался из дома. Нас жизнь слишком потрепала за последние пару лет. Моя жена Эмили умерла два года назад. Сам понимаешь, Крису пришлось туго. Блин. Мне жаль, чувак. Спасибо. Нелегко это было. Тяжелее всего быть хорошим отцом. Вы... Вы делаете всё, что можете. Крис классный. Крис классный. И... У него... Очень живая сантазия. Спасибо за такие слова. У Криса талант. Он отличный рассказчик. Понимаю. Прямо как Дэнни. Глядя на вас с Дэннием, я вижу... Насколько вы с ним близки. И я понимаю, что... Мне такая задача не по зубам. Крис... Должен жить в настоящей семье. В общем... Зря я это завёл. Просто забей. Да, всё нормально. Я не хотел вас огорчить. У всех бывают тёмные и светлые полосы, верно? Такова жизнь. У ваших бабушки с дедушкой наверняка хватало тёмных полос в жизни. Но они всегда нам помогали. Нам с Крисом. Они очень добрые люди. От нас мама ушла. Они хорошие. Да. У них своих заморочек хватает. Прости, что поднял эту тему. Да ничего, надеюсь, они не волнуются, из-за того, что мы ещё не вернулись. Да. Мам, пора домой. Не стоит заставлять их ждать. Ага. Я вот боялся, что во время снежков они сейчас в сверхспособности спалят. Смотри, я ведь обгоню тебя на своём папмобиле. Тебе не обогнать капитана-призрака. До свидания, Супер Волк. До скорого, Супер Волк. Похоже, бабушка с дедушкой ещё не вернулись из церкви. Ну, значит, не отругают нас за эту прогулку, как минимум. Мне так понравилось гулять с Крисом на ярмарке. Ты знаешь, что мама Криса была художницей? Нет, я не знал. А что рисовал? Комиксы! Ты бы посмотрел на её рисунки. Они очень классные. Прямо как твои. Спасибо, дружище. Эй. Чего? Что такое? Шон. Я хочу заглянуть в ту комнату. Наверх. Я знаю, что она мамина. Пожалуйста. Дэнни, Лэр строго-настрого запретила. Они психанут, если узнают, что мы там были. А мы им не скажем. Будем действовать скрытно. Они ничего не узнают, если мы всё повернём быстро. Я просто... Очень хочу увидеть, что там внутри. Смотреть на её вещи. У Криса целая куча вещей, которые остались от мамы. А у меня ничего. Пожалуйста, Шон. Ты не хочешь заходить со мной в комнату. Если не хочешь. Да. Пойду с тобой. Да я уж тогда пойду, действительно. Чтоб ты там лишнего не натворил. Так. Что, они просто зайдут? Или надо будет сейчас что-то делать? По идее, наверное, надо ключ найти, да? Проверить. Мы придумаем, как её открыть. Шон, всё очень просто. Я могу взломать замок своей силой. Да. Я это и молотком могу сделать. Давай всё-таки лучше ключ поищем, окей? Ну, интересно, а как мы его найдём? А, вот сюда? Ну, давай. Так, окей. Поищем ключ. Дверь. Тихо, тихо, тихо. Шкаф, шкаф. Тумбочка. Окей, Стивен. Так, Стивен. Где ж ты заныкал этот ключ? Мы со Стивеном не сходимся в политических взглядах. Я живу американской мечтой. Но он их хотя бы не навязывает. Что-то не верится, будто Стивен любит слушать старомодный поп-рок. Так, ну лады. Да. Тут искать нечего. Корзина для рукоделия. Острые и опасные. Прямо как Клэр. Тумбочка. Давай же ключик. О! Блядь. Это явно не он. Слишком маленький. Но... Надо узнать, что он открывает. Серьёзно, что ли? Любовь к Ирландии из вас так и прёт. Чёрт. Это подарки на Рождество? Нельзя рассказывать Дэнни. Ему крышу снесёт. Шон! Я вчера видел, как бабуля заходила в эту комнату. По-моему... А он что-то оставил? Ну уж нет. Я согласен. Не хочу копаться в нижнем белье, Клэр. Кэрр ненавидела всякое барахло. Говорила, что это просто пылесборники. Чтобы ему подумать, что такой ангелочек превратится в наглого хулигана. Всё равно супер мило. Так, стоп. Клёвые костюмчики, ребят. Так, Дэниэль. Напряги память. Во что она была одета? Блин. Тот дурацкий свитер, по-моему, на ней. Этот дом, это гигантская стиральная машина. А, во, кофта. Посмотреть. Так, давайте всё-таки попробуем пока с ключом. Есть. Так, ну чё, есть. Хорошо, ключ есть, да? А обратно положить маленький ключик мы не должны? Вот сюда. Пока нет никого. Я хочу обратно ключ положить. Я не могу этого, что ли, сделать? По-видимому, нет. Так и буду с ним ходить, как дебил. И потом нас спалят из-за маленького ключика, да? В комнате не спалят, а из-за маленького спалят. Всё возможно. Так, ну ладно, давай открыть. Я нашёл один ключ. Лучше бы ему подойти. Попробую. Что-то мне подсказывает, что здесь, наверное, эпизод закончится, да? Вау. Тут почти ничего и нет. Как думаешь, куда они дели остальные её вещи? Они всё выбросили, она всё забрала. А я откуда знаю, блин? Она жила здесь в детстве. Думаю, забрала часть вещей, когда уехала в Сиэту. Остальное, вероятно, сложили в эти коробки. Они хотят забыть обо всём, что связано с Кэр. Прямо как я. Такое чувство, будто она ими почти и не пользовалась. Кажись, я его помню. Кэрин мне его показывала. О-о-о-о. Одиссей? Эй, Дэни, зацени-ка. Его зовут Одиссей. Как героя мифов? Типа того. Супер. Да. Наконец-то ты свалила навсегда. Трусиха. Зелёный хор. Кэрин Реймитс. Я слышу зелёный хор в сумраке древнего леса. Он чарует своей древесной песней, его корни как фитили, чьё пламя ревёт над землёй. Спрятавшись в сердце, я слушаю. Мне кажется, я старше леса и старше тебя. Но моложе реки, что стонет у моих ног. Если я уйду в почву, станет ли песня беззвучной, как мои слёзы, когда я прячу лицо в подушку? Я прокралась бы по червоточинам, но этот путь ведёт вниз. Поэтому ввысь над кронами и над рекой я чувствую, что ухожу навсегда. С рифмой беда. С рифмой беда, поэтому и с поэзией ухожу навсегда. Эти фотки такие... Безидейные. Ну, короче, мамаша твоя ТП, да? Я так понимаю. Они тут такие счастливые. Почему ты всё это к чёрту послала? Это аметист, что ли? Она увлекалась всякой оккультной фигней. А, ну это неудивительно. О! Милая Кэрн. Эта подруга по переписке явно любила поболтать. Огромное тебе спасибо за письмо. Я думала, ты совсем забыла про свою подругу по переписке. Здесь очень скучно. Твои письма просто супер. Ты писала, что тебя в Бивер Крик тоже иногда одиноко. И я так рад, что мы нашли друг друга. Забавно вовсе нет, что у меня была... У меня большая семья, а тебе жутко завидую из-за того, что ты одна у родителей. Ты живёшь в своём доме как королева. Я уже писал о тебе про то, что мой тупой братец Китон ведёт тебя как ребёнок, хотя он среди нас самый страшный. Он считает себя дико крутым, потому что у него теперь есть валийские права. Ну-ну. Ничего, мы тоже скоро научимся водить и наконец можем съездить друг к другу. Я слышу, как папа из-за чего-то ругается. Надо валить, пока он меня не достал. Прошу, напиши скорее, я тебе сразу отвечу. Твоя единственная лучшая подруга по переписке Эмма. Так. Видимо, раньше запрета на телефон у них не было. Не, ну этого мы делать не будем. Так. Я много из этого прочитал в 10 классе. Надеюсь, тебе понравилось путешествовать. Не зря, что нас кинуло. Простые советы для тех, кто хочет повидать мир до 30-летия. Исследовать местные секреты лучше... Планирование, молодость и свобода. Короче, она ударилась в хиппи, да? В путешествия какие-то, да? Или что-то в этом роде. Какая умная подборка песен. Мне нравится, как он критикует абсолютно все, что с ней связано. Это такое у него отрицание внутреннее, да? По-моему, он не включен в розетку. Ну, может, тогда кнопку отжать. Хотя нет, она и не нажалась. Открыть сундук, ну-ка. Нихрена себе. Так. Кэрон любила фоткать случайных прохожих, когда мы с ней гуляли. Никогда не любил походы. А, это уже было так. Я, кажется, однажды видел лунные затмения. Еще до рождения Дэниеля. Не хватает скейта. Катания. С Лайлой. Закрой за собой. Ну, блин. Он не хочет закрывать. Я ничего не могу сделать. Эти письма, похоже, написаны недавно. Вот это, наверное, самое важное. Я так понимаю. Зачем Клэра здесь спрятала? Это от мамы? Ха? Дай почтать. Дэниель. Не надо. Что там? Читай. Серьезно, прекрати. Вот. Вот. У меня дошли новости из Сиэтла. Прошу, помогите моим мальчикам, если они к вам приедут. Почему они нам ничего не сказали? Не знаю. Вы можете связаться со мной по этому адресу. Это... П.О. Бокс, я иногда пользуюсь. Что такое П.О. Бокс? Что такое АЯ? Ну... В нашем случае... Просто отмазка. Я... Моляю вас. Пожалуйста, помогите моим снарам. Ну да, ну да. Херня это все. Ты чего? Она волнуется за нас. Ну... А мне пофиг. Может, она... Передумала. Давай напишем ей. Ты ее не знаешь, ясно? Совсем. Не придумывай ерунды. Просто будем... Следовать нашему плану. Пока что. Можно я его перечитаю? Да. Ладно. Мы пойдем. Господи боже! Ну, естественно. Ну, само собой. Так, так. А что это вы здесь делаете? Вы и я, гляжу, обшаривали наш дом, пока мы были в церкви. Эээ... Нам нужны ответы. А, я не успел? Клэр, я прошу тебя, ты успокойся ты. Нет, Стивен. Они перешли все границы. Мы же ясно просили не заходить в эту комнату. Я просто хотел увидеть мамин вещи. Это уже не ее комната. Нечего тут смотреть. Пора вам научиться соблюдать правила. Эээ... Письмо от мамы. Между прочим, мы кое-что нашли. Да. Мы нашли недавнее письмо от мамы. Она написала, что хочет нас увидеть. Но... Вы нам даже не сказали. Она мне больше не дочь. А вам не мать. Она сожгла все мосты. Одно письмо не изменит того, как она со мной поступила. Со всеми нами. Ее здесь никто не ждет. Ты хотя бы нас не вини за любопытство. Но я знаю ее лучше, чем кто бы то ни был. Она не изменилась. Ее просто мучает совесть. Я не могу это слушать. Не хочу. Пойду, постираю твои вещи, дорогая. Мне некуда. Так. Шон, послушай. Я знаю, жизнь вас сильно потрепала за месяц. Благослови вас, Господь. И... Мы с очень многим смирились. Но... Пошли-ка вы нахер, да? Но! Вырылись в наших вещах. В нашем личном имуществе. Теперь ясно, что вы нас не уважаете. Нас же могут посадить за то, что мы вам помогаем. И так вы нас благодарите. Вам придется изменить свое поведение, если хотите оставаться. Блин. Ну теперь мне ясно, почему Ама ушла. Ее задолбали ваши идиотские правила. О, вот так ты думаешь, оно было, да? Вот что я тебе скажу. Стивен! Стивен! Что происходит? Твою мать! Вытащите меня! Черт побери! А, вот сейчас-то и понадобятся суперспособности, да? Нет, сейчас, милый, мы его поднимем. Так. Нет, стойте! Мои ноги! Ну давай уже, давай! Куда деваться-то? Куда деваться-то? Использовать, конечно. Черт. Давай, Дэнил! Скорее! Давай что? Что происходит? Господи, что... Дэнил, что ты делаешь? Так. Только в сторону не перепутай, не придави, еще сильнее ему яйца-то. Вот туда, наверх, да, да. Ну, он от этого очень сильно устанет, я думаю. Я думаю, он от этого очень сильно устанет, это тяжелый прикол. Да. Ну, естественно. О, моя бабушка, Стивен, ты в порядке, родной? Теперь да. А тебя не парит, что сейчас произошло? Тебе вообще пофиг? Спасибо, Дэнил. Ты была права, Клэр. Надо было сразу этот шкаф починить. Полагаю, моя лень когда-нибудь меня доконает. Что это такое было? Это же святые угольники, это же невозможно. Дэнил, кто ты? Клэр. Послушай. Они спасли меня, Клэр. Остальное не важно. Пожалуй. Это было чудесное спасение. Спасибо тебе, господи. Ну? Ой, шикарно, блин. Это шериф. Клэр? Шоан, я не... Мы им не звонили. Я знаю, бабушка. Нам поступил звонок, мы знаем, что они были здесь. Их видели на рождественской ярмарке. Сегодня утром. Придурки. Шоан, что нам делать? Спрячьтесь в гараже. Нет, нет. Нельзя. Если копы найдут нас при обыске, вас запишут сообщники. Собирайтесь и выходите через заднюю дверь. Я его отвлеку. Серьезно? Да. А теперь... Бегите отсюда. Я знаю, что вы здесь, ваша машина умрала. Простите меня за все. Я желаю, что мы вам больше ничем не помогли. Я желаю, что вы остались. Позаботьтесь о брате Шоан. Будьте осторожны. Мы увидимся при первой же возможности, ладно? Спасибо вам обоим. За помощь. Мы вас любим. Ребятки, скорее. Дэни. Подожди меня, я схожу наверх за вещами. Так, ну что сказать, ребята. Все. Я же говорил, что мы ненадолго здесь. Я же говорил, что произойдет какая-то срань. Я же говорил, что мы обязательно нарушим правила. Это узнают. Также я говорил, что когда мы поедем на ярмарк, у нас там спалит. Вуаля! Вуаля, как говорится. Что-то кат-сцены вот эти тормозят. Черт. Ну и куда мы... Куда мы бежать? Сюда. Что, в домик этот спрячемся? У капитана Спирита, да? Нет. Видимо, нет. Что, на него упал шкаф? Кстати, да, реально отмаза, блин, прям топовая подъехала. То есть реально шкаф упал, поэтому так долго не подходили к копам. Не открывали дверь. Что делать? Зашибись! Прекрасно. Крис! Хера себе! Блин! Вот это доигрались, а! Вот мы и доигрались с нашими суперспособностями. Твою мать! Он хотя бы не умрет? Господи! Вот это финал! Это уже финал, я так понимаю, да? Вот это на конец сейчас титры пойдут. Боже, как жестко-то, а! Как-как-как жестко! Эта игра жестит все. Вначале... Вначале... Грибочек, а теперь еще и ребенок. Зашибись! А кто следующий? Вот... Будет... Будут просто умирать младенцы один за другим, или что? Я не понимаю. Да... Ну, зачем... Шон, зачем Крис бросился под колеса машины? Почему? Он в порядке, братец. Машина его почти не задела. Серьезно. Прям вообще даже. Ты говорил, я должен быть осторожнее. Но... И... Из-за тебя... Я ничего не сделал. Хотя мог бы. Эй! Ты не знаешь, как все могло обернуться. Я... Ясно? Что сделано, то сделано. Даже не дал мне проверить, как он. А вдруг он... А ты что, доктор? Ты бы ему помог, или что? Ты же видел, что машина затормозила. Крис жив-здоров. Поверь. Ты... Клянешься? Клянусь. Ну, он, наверное, реально не умер, потому что... Удар легкий был. Ну, то есть, машина тормознула боком как-то. Ну, наверное, он... Ну, может, он инвалид теперь. Я не знаю. Если от этого легче. Я уже стал убегать. Я больше не хочу быть супергероем. Ты можешь не использовать суперсилы, если не хочешь. Знаю, но... Иногда я могу помочь людям. А как понять, когда ее надо использовать? Никак. Доверяй своему чутью. И... Слушайся старшего брата. Как думаешь, мы еще увидим бабулю с дедуле? Я не знаю. Посмотрим. Куда теперь поедем? К маме? Нет, чувак. Ни за что. Она нам не нужна, ясно? Но... Она сказала, что хочет нас найти. Мы будем следовать плану. Мы поедем в Пуэрто-Лобас. Это наш новый дом. Там никто не будет нам указывать, что делать. Мы станем теми, кем захотим. Думаешь? Не знаю. Поверь мне, чувак. Теперь, с этого момента, мы сами устанавливаем правила. Слушай. Я знаю, еще рано, но... Праздник нам сейчас не помешает. Счастливого Дрождества, братец. Это мне? Спасибо, Шон. Просрали столько подарков в доме, там, в шкафу. Блин, надо было хоть что-то утащить. Эй. Послушай. А вот и наш поезд. Идем. Посадка начинается. Что они? Запрыгивать в него будут? Серьезно, они будут... На крышу прыгать? Нет, на крышу нет, они не будут. Они вдалеке находятся. Я так думал, что они сейчас тупо спрыгнут и все. Ну что ж. Посадка так посадка, давай. Как вы это собираетесь делать, интересно? Не, серьезно, что ли? Это же страшно. Так. Ну, я не знаю, я бы засал бы так делать. Я рядом с проезжающими мимо поездами стоял, и... Знаете, мысль за что-то там ухватиться, она в голову особо не приходила. То есть... Стремновато это как-то. Ну, хотя... А, он уже тормозит, да. Они знали, что он тут остановится, видел. Ну что ж. Вот такое вот приключение, ребят. Это я вижу уже все, я так понимаю, на этом. Вот поезд едет. Поезд уезжает куда-то вдаль. Ой, и не знаю, знаете, их... Как бы грустно. Грустная вообще игра, на самом деле. То есть, я думаю, что хэппи-энд, наверное, все-таки будет тут в дальнейшем. Там, в какой-то там главе дальнейшей, пятой там какой-то. Но грустно, печально это все. Эпизод 2 правила. То есть, вообще, вот жизнь у людей какая-то, да. То есть, тут... Ни у кого тут счастья нет вообще пока в этой игре абсолютно. Давай ускорить. Так. Ну, это титры, понятно. Выметнули снежок в Даниэля и Грибочка. Что? Вы помолились с Клэрой Даниэлем. Вы рассказали. Сто процентов. Ну, в общем, вот такие вот вещи я сделал. Можете это дело посмотреть. Тут почему-то не пишут, кто еще сколько сделал. То есть, пишут просто сто процентов. Что за бред? Ну, то есть, раньше, по-моему, писали, что типа 60% людей сделали так, 30% так и так далее. А сейчас этого нету. Странно. Ну, в общем, да. Вот такие вот решения я какие-то там принял. Уже все, конечно, и не вспомнишь. И опытные и честные ищут работу. Итак. Это оно? Да. Похоже на поле крапивы. Только вонючий. Да. Вонючие ноги твои, правда, перебьют этот запах. Заткнись. Они же не... Это мы где вообще? Пойдемте, я вам все покажу. А, это мы к мамаше типа, да, все-таки приедем. Эпизод 3. Спасибо за интерес к игре. Купить набор. Да я уж купил набор вообще-то, да. Ну, вот так вот, ребят. Все закончилось. Ждем теперь следующего, третьего эпизода. Мне игра очень нравится до сих пор. То есть, по-прежнему, я считаю, что с первого эпизода ничуть она не ухудшилась. Интересные повороты, интересные события происходят. Жести многовато. Ну, точнее, 2 эпизода жести было, да, за этот эпизод. 2 момента жести. Но, тем не менее, блин, это прям... Прям вот... Ну, Крис, может, еще жив. Может, вообще с ним все в порядке. Ударился немножко там и все. А вот, конечно... Конечно, с собачкой вообще грустно получилось, да. Ну, что ж. Будем ждать. Будем смотреть, что нам предложат разработчики в следующий раз. А пока на этом заканчиваем. Если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И всем счастливо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.